Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я Евгений Сова и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. В ближайшее время юридический советник правительства Вихай Мандельбли должен решить, начнется ли уголовное расследование против премьер-министра страны Бениамина Нетаньягу. По сообщениям ряда израильских СМИ, Мандельбли уже принял такое решение и полиция готова в любой момент начать расследование. Эта тема настолько покрыта тайной, что даже в Министерстве юстиции на запрос журналистов отказались что-либо отвечать. То есть там не подтверждают, но и не опровергают сообщения о решении юридического советника. В окружении Бениамина Нетаньягу отмечают, что из этого расследования ничего не выйдет, так как ничего нет и все подозрения в коррупции в итоге окажутся большой уткой. Впрочем, в истории Израиля уже были премьер-министры, которые также уверенно говорили о своей невиновности, а затем суд решал иначе. Один из них бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт все еще отбывает тюремный срок. Повторит ли Нетаньягу судьбу Ольмерта это может решить только суд, но вот отвечать на вопросы следователя ему, по-видимому, придется уже скоро. А сегодня в нашей программе. Скандал в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном. Уходящую администрацию Белого дома в Израиле обвинили в предательстве. Речь Джона Керри вызвала у меня большое разочарование. Израиль накажет Европу за голосование в ООН под угрозой экономические отношения с Евросоюзом и обмен разведывательной информацией в борьбе с террором. Каким образом израильским спецслужбам удалось победить интифаду ножей? Итоги года в комментарии военного обозревателя Марка Бабота. Без снега и мороза, но с елкой и подарками. О современных традициях встречи Нового года в Израиле. Вот она, главная елка Тель-Авива, установленная на центральной площади Дивьяфа. Сразу за ней видно знаменитую часовую башню. Два государства для двух народов – это единственно правильный путь, который сможет гарантировать надежный и продолжительный мир между Израилем и палестинцами. С таким заявлением в среду выступил в Вашингтоне госсекретарь США Джон Керри. В своей прощальной речи Керри обрушился с критикой на руководство Израиля, заявив, что правительство Нитаньягу не способствует достижению мира на Ближнем Востоке. Керри также попытался оправдать нежелание американской администрации наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН. О том, как в Иерусалиме отреагировали не только на речь Керри, но и на документ, принятый в минувшую пятницу в Нью-Йорке в нашем видеоматериале. Еврейский праздник Ханука Бенемени Таньягу на минувшей неделе встречал у стены плача. Если верить резолюции 2334, принятый Советом Безопасности ООН, в прошлую пятницу, отныне это оккупированная территория. Я спрашиваю представителей тех стран, которые нас сегодня поздравляют с праздником Ханука, как вы могли проголосовать за решение ООН, в соответствии с которым место, где мы празднуем Хануку, является оккупированной территорией. Стена плача не оккупирована, еврейский квартал не оккупирован, другие места в Иерусалиме также не оккупированы, поэтому мы не принимаем и не можем принять эту резолюцию. История взаимоотношений Израиля с Организацией Объединенных Наций похожа на латиноамериканскую мыльную оперу. Здесь и завязка, и сюжет, и кульминация. Рожденная в муках ООН еврейское государство так и не сумело научиться играть по правилам большинства. А как иначе, когда раз за разом Израиль сталкивался с автоматическим большинством мусульманских стран в этой организации. Эти кадры знакомы каждому израильскому политику. Ноябрь 75-го. Посол Израиля ВОН Хаймгерса критикует международное сообщество за резолюцию 3379, приравнявшую сионизм к расизму. Пройдут годы, пока ВОН поймут, что идею возвращения евреев на историческую родину никак нельзя назвать апартеидом. Резолюцию отменят лишь в 91-м, но осадок останется на долгие годы. А это уже наши дни. Заседание Совета Безопасности ООН. На повестке дня ситуация вокруг Палестино-Израильского конфликта. 15 постоянных членов Совбеза озабочены строительством в поселениях на западном берегу. И это в то время, когда в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии и других странах ежедневно погибают десятки мирных граждан. Документ, в котором еврейский квартал Иерусалима был признан оккупированной территорией, поддержали 14 государств. Уже на следующий день Израиль отозвал своих послов из Новой Зеландии и Сенегала, которые вместе с Малайзией и Венесуэлой были инициаторами рассмотрения резолюции. Для объяснения, в Иерусалим были вызваны и послы стран-членов Совбеза, находящиеся в Израиле. Досталось и поддержавшие резолюцию Украине. Нетанягу распорядился отменить визит в Израиль украинского премьер-министра. В Иерусалиме посчитали, что одним поднятием руки Киев фактически перечеркнул четверть века добрых отношений с еврейским государством. Но самый строгий выговор получил посол США Дан Шапира. В Израиле поступок американской стороны, которая не воспользовала своим правом вето, сравнили с предательством. Но далеко не все в Израиле одобряют столь резкую реакцию Нетанягу. Главу кабинета призвали остыть и не делать поспешных шагов. Поведение правительства Израиля после принятия резолюции Совбезом ООН в корне неправильное. Это не политика, это истерика. Сильная и гордая страна не имеет права так реагировать. Подобная реакция демонстрирует не силу, а стресс и смятение. Глава правительства ведет игру, в которой на кону национальная безопасность, а этого делать категорически нельзя. А вот бывший глава МИДа, ныне министр обороны Виктор Либерман, уверен, что реагировать нужно жестко. Иначе на Западе никто израильтян не услышит. В интервью Артивиа Либерман назвал резолюцию Совбеза новым делом Дрейфуса. Только в этот раз на скамье подсудимых оказалось еврейское государство. Это очень односторонняя, очень целенаправленная антиизраильская резолюция. Что меня больше насторожило, это попытка провести 15 января, то есть за 4 дня до окончания каденции президента Обама, международную конференцию в Париже. И такая конференция не призвана решить никакой израильско-палестинский конфликт. Ее единственное предназначение быть трибуналом, на котором все будут дружно осуждать Израиль. И Либерман и Нитаньягу уверены, что за антиизраильской резолюцией в ООН стоит лично уходящий президент Барак Обама. В Иерусалиме полагают, что Белый дом оказал свое влияние и на другие страны, желавшие воздержаться при голосовании. И хотя в окружении Обамы эти обвинения попытались опровергнуть, речь госсекретаря США Джона Керри в минувшую среду показала, что между двумя странами существует глубокая идеологическая пропасть. При том, что глава правительства Беньямин Нитаньягу заявляет о своей поддержке принципа «два государства для двух народов», его правительство является самым правым в истории Израиля. И расширение строительства поселений лишь усугубляет ситуацию в области безопасности. Реакция Нитаньягу на речкере последовала незамедлительно. В Иерусалиме выразили глубокое разочарование действиями уходящей американской администрации. Если бы администрация Обамы вкладывала в борьбу с палестинским террором столько же энергии, сколько она вкладывает в осуждение строительства в Иерусалиме, возможно, шансы на достижение мира были бы гораздо выше, заявил глава израильского Кабмина. Как будут развиваться отношения между странами в ближайшие три недели, именно столько времени осталось до смены Барака Обамы на Дональда Трампа, никто предсказать не берется. Сам Нитаньягу пока тоже сильно ограничен в своих возможностях. Единственное, что ему остается, перечитывать отчаянный пост Дональда Трампа в Твиттере, написанный в среду. «Израиль, оставайся сильным государством». 20 января все будет выглядеть по-другому. «Израиль»